итак вторая часть моего путешествия значит 9 часов перелета и мы прилетели в одну из столиц государства в южной африке город киптаун почему одна из столиц вот интересный факт но в юар три столицы получаем в общем пока ничего не не это самое непонятно вообще где мы находимся аэропорт как аэропорт ну вот разве что вот эта инсталляция нам дает понять что мы находимся в африке выехали из аэропорта и сразу мы видим по обе стороны трассы вот такие небольшие домики здесь они называются township и вот вы это как раз вот эти два района которые в пригороде киптауна township это ну скажем так пережиток апартеида когда черное население было как было собрано в одном месте да и значит какие-то строились домики но апартеида уже давно нет но эти места эти районы также остаются они обычно вот в пригородах больших городов ну но для нас конечно немножко был такой культурный шок посмотрите как здесь не очень опрятно ну скажем так не то что они просто грязно мусор этот вдоль дорог возле домов и обратите внимание в начале были совсем эти township и такие но там маленькие похожие на вот на гараж металлический сейчас уже вот какие-то более менее кирпичные ну или хотя бы из дерева вначале это были железо какой-то непонятно вот тоже тем не менее смотрите электричество везде есть везде есть тарелки интернет овске и ну как рассказал нам наш экскурсовод что в основном здесь проживают беженцы из других районов бедных африки а кстати юар это одна из процветающих районов проехали зону тауншипов и сразу начинается совсем другой пейзаж то есть тут уже дома похоже на квартиры уже такие приличные коттеджи смотрите как сразу чисто зелено ну в общем начинается совсем другая жизнь кейптаун переводится как город на мысе был заложен он 1652 году в апреле датским мореплавателем население города четыреста тридцать четыре тысячи это второй крупный город в стране после йоханнесбурга мы приехали ну значит вот наш отель SUNSQUER это самый центр такой красивый холл мы регистрируемся заселяемся всем привет после долгого перелета мы на месте в кейптауне добрались до отеля жара я вся красная так ну давайте я вначале покажу конечно как выглядит номер у входа это у нас шкаф большой это же дверь и отделяет шкаф это санузел ну кстати тоже посмотрите как большой большой душ сам номер нет это не пятерка конечно смотрите он достаточно маленький две кровати поменьше чем номер чем был в дубае а ну здесь совсем балконы нету что там в окно мы видим а вон прямая такая гора это вот мы поедем туда на экскурсию называется столовая вот это вот такой город небольшой это получается слева а справа в другую сторону там море и большой порт небольшой отдых сбор группы и мы отправляемся гулять на набережную виктории и альфреда вот сразу здание это современный музей искусств бывший бывший зерно хранилище ну мы потом позже в него будем заходить пока мы просто прогуливаемся поскольку уже как времени так прилично немножко прогуляемся поужинаем познакомимся с нашими участниками группы в общем это самый настоящий действующий порт протяженность порта 15 километров здесь разные суда останавливаются банк здание банка наверное в стране он самый главный такое красивое здание в общем судоходство и грузовые и пассажирские суда все здесь все здесь останавливаются у меня сразу вспомнилась песня помните такая была давняя что-то в кейптаунском порту с пробоиной борту дальше я не знаю ну вот что там же пассажирские суда Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Между прочим, самый большой алмаз в мире был найден именно в ЮАР весом 622 грамма и он украшает корону английской королевы субтитры делал DimaTorzok какие жизнерадостные люди, они поют просто везде и взрослые и дети вот дошли мы до нашего ресторана мы здесь, у нас уже заказан здесь ужин нам предлагают к закускам вот посмотрите блюдо значит здесь мясо антилупы, крокодила, страуса ну так себе, знаете, я немножко попробовала, но не впечатляет основное блюдо это рыба, салат ну и конечно концертная программа туда без меня ну классно, классно ну и конечно концертная программа вот такие вот прям посмотрите в общем, поделили на самом настроении мы все были уставшие сразу мы, значит после бокала вина стало нам весело плюс эти артисты тоже классные, замечательные в общем, вот таким образом наш вечер подходит к концу следите за дальнейшими моими выпусками будет много интересного подписывайтесь пишите отзывы и вот так вот 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 Ну вот это дама. Ну какая же она колоритная, какие у нее интересные движения, ну классно, наслаждайтесь пением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже на выходе забежали в торговый центр местный, мы прошлись так быстренько по нему и направляемся в наш автобус, который нас отвезет в отель. Ну что ж, следите, до завтра.